Для счастья надо любить хорошенько, думать о близких, потом о себе, и будет счастье в твоей судьбе. Чтобы счастье хрупкое удержать, невзгодом надо плечо подставлять и друг за дружку держаться. Вот так друг за дружку они держатся уже более 40 лет. Познакомились в педагогическом институте. На последнем курсе поженились 14 февраля, в Международный день всех влюбленных. Но все же главными покровителями семейного счастья считают святых Петра и Февронию. Зоя Антоновна с улыбкой вспоминает, как начинались их отношения. Говорит, что перед ухаживанием такого романтика невозможно было устоять. Как-то пригласил на прогулку, я помню эту прогулку, восход у него, и поле тюльпанов подарил. Ну, как тут задержаться, тут понятное дело. Вот, пожалуйста, мы срываем огурец, сами выращенные, это мои любимые огурцы. Петрович любит помидоры, а я люблю огурцы. Ласкины живут в Гайкадзоре. Свой семейный очаг создавали сами, по крупицам. Своими руками построили дом, обустроили сад и огород. Разводят птицу, кроликов и пчел. Вырастили двоих детей, сейчас помогают воспитывать внуков. И при этом продолжают работать в сельской школе. Считают ее вторым домом, из которого не так-то просто уйти. Вот говорят, в чем счастье? Это когда идешь на работу, и там ощущаешься счастливой. Там тебя ждут глаза, вот эти вот детские. Вот можно сейчас на пенсию уйти, да? Ну как-то без школы уже мы не можем, правда, Петрович? Уже тянется в школу. Там ты ощущаешь, ты там подтягиваешься, ты там здоровый, там ничего не болит. Как образец дружной, крепкой и счастливой семьи управления по делам семьи и детей курорта выдвинула кандидатуру Ласкиных на представление губернаторской награде. 8 июля в Краснодаре им вручат заслуженную медаль за любовь и верность. Они не понаслышке знают, как сохранить эти чувства и пронести через всю жизнь. Семье все надо, и бывают и кризисные моменты, но нужно отслушать, действительно. Наверное, терпение вот сейчас, это сравнение с мужеством просто, вот терпение надо. Вытерпеть какой-то момент, я детей учу, когда вот вспыхиваешься за какой-то там, нужно просчитать до 10, а потом сделать вывод. В семье нет один, вот кто любит только себя, в семье не будет. Мне так кажется. Вот если человек себя любит и считает, что он вышел, я, например, вышла замуж, и вот я люблю меня, он должен только любить. И для меня все делать и так далее. Нет, тут обоюдно. Прежде всего слышать друг друга и слушать, и не мешать. Давать возможность человеку заняться, найти себя, найти то, чем он действительно хочет заниматься, чем-то помогать. Сейчас в планах у семьи достроить дом, дополнить детский уголок и расширить хозяйство. Признаются, что живут дружно и в любви совсем не ради признания. Да и свою главную награду они уже получили – крепкую и дружную семью.